Славься Бог У православных все четыре поста предшествуют одному из больших праздников. Великий готовит к Пасхе, Рождественский – к Рождеству Спасителя, Успенский – к празднику Успения Пресвятой Богородицы, и вот Петровский пост – к Дню памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Этот пост выделяется изменчивостью по своей продолжительности. Его начало зависит от времени празднования Пасхи, которое движется по числам церковного календаря, меняясь от года к году. Петров пост не самый строгий. Конечно, молочную и мясную пищу вкушать нельзя, а вот рыбу можно, кроме среды и пятницы. Возможно, это правило отразило особенность российской жизни. К началу лета у наших предков заканчивались уже прежние припасы. Многие постились в силу естественных причин, и было неуместно налагать дополнительную ношу на людей, так ограниченных в пищу. Если сложить время всех постов, то получится, что каждый третий день в году – день постный. Исследования наших ученых-медиков подтвердили – православный пост оптимален для очищения организма и нашего здоровья. От постов освобождаются больные, беременные женщины и путешествующие. Пост телесный обязательно должен быть сопряжен с духовным деланием, считают отцы нашей Церкви. Только тогда человек получит великую милость и радость от своего воздержания и будет ждать следующего поста совсем большим желанием. Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами программа «Преображение». 14 июня исполняется 76 лет со дня смерти известного английского христианского писателя Гилберта Кита Честертона. О нем мы поговорим в настоящей беседе. В студии магистр богословия, протеерей Дмитрий Придеин. Здравствуйте, отец Дмитрий! Добрый день, отец Павел! Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, каким было происхождение и детство будущего писателя? Гилберт Кит Честертон, которого по праву можно считать одним из самых выдающихся христианских писателей 20 века, родился в Лондоне в 1874 году. Это была эпоха очень бурного промышленного, индустриального развития Англии. И в то время многие устои прежней жизни начали разрушаться. Старая Англия уходила в прошлое. И вот именно Честертону было суждено стать оплотом вот этой вот старой Англии. Его привязанность к домашнему уюту, к семейному очагу, к традиционным христианским ценностям. Вот она была заложена уже в детстве его родителями. И от них он унаследовал свои лучшие качества как человека и как христианина. Правда, следует заметить, что родился он в англиканской семье, но потом уже стал римокатоликом в сознательном возрасте. Но тем не менее, очность христианских ценностей присуща и римокатоликам, и протестантам. И вот мы можем констатировать, что буквально уже с юности, по крайней мере, насколько можно судить по произведениям Честертона этого периода, уже по его ранним стихам, в нём проявились очень благородные черты как человека. Вот те размышления, рассуждения, которые мы встречаем в этой его ранней поэзии, пусть она не совершенно по форме, но она демонстрирует его очень высокий духовный настрой. То есть это был очень глубокий человек, который пришёл в этот мир не для стержания каких-то материальных ценностей, а именно для того, чтобы показать величие человеческого духа. А какое образование получил Гилберт Честертон? Образование первоначально он получил в школе Святого Павла, затем учился в художественной школе Слейда. И изначально он планировал стать художником-иллюстратором. У него были способности к художественному творчеству, к изобразительному искусству. Но вместе с тем он интересовался и литературой. В частности, он посещал курсы литературы в Университетском колледже Лондона, но до конца их не окончил. То есть какое-то время у него были колебания, сомнения, поиск творческий. Ему хотелось быть артистом в молодости, и были к этому некоторые способности. Он был разносторонним человеком? Да, это был действительно очень творческий и разносторонний человек, который не сразу определился в том, что для него является главной стезей жизни. Даже впоследствии, будучи уже вполне известным журналистом и писателем, он пробовал сниматься в немом кино. Вместе с Бернардом Шоу, кстати. То есть это человек, который был преисполнен сил, энергии. Кстати, не только духовной энергии и творческой, но и физической также. Это был человек очень крупных параметров. При росте метра девяносто три, что в то время было очень высоким ростом, он вместе с тем и весил около 130 килограммов. Правда, некоторые считают, что это было некоторым таким болезненным признаком. То есть вот эти вот его гипертрофированные размеры, они были следствием какой-то болезни, которая с детства у него имела место и которая потом причиняла ему немало страданий, но он их тщательно скрывал. Поэтому, когда люди общались с ним, то они никогда не могли подумать, что это человек, который на самом деле ходит по лезвию ножа, что он ходит по краю пропасти. И даже был такой у него период в возрасте около 40 лет, что он чуть не умер, впал в очень тяжелую болезнь, когда долго был без сознания, но потом все-таки выкарабкался и дожил до 62 лет. А как началась журналистская карьера Честертона? Эта карьера началась вначале довольно случайным образом, то есть он писал статьи, эссе, именно как фрилансер, что называется, то есть свободный художник, которого никуда еще на работу, на постоянную зарплату не брали, он никому не был обязан. Ну вот, по договоренности он мог какие-то материалы в разные газеты отправлять и стержал себе на этом определенную известность. И со временем, это уже было в начале 20 века, в 1901 году, он стал уже ведущим рубрики в газете Daily News. Несколько лет он там продержался, и вместе с тем, надо сказать, что он сотрудничал с одним из лондонских издательств, Redway. Вот там он уже, в общем-то, показал себя, как очень исполнительный сотрудник, очень трудолюбивый, работоспособный, вдумчивый, который не просто механически исполнял работу, которую мы поручали, а всегда при этом проявлял творческий подход. И вот надо сказать, что, я думаю, он был прежде всего журналистом. То есть, да, мы его по праву считаем и мыслителем, и писателем, и философ в каком-то смысле слова, но все-таки вот у него подход к жизни был именно во многом такой журналистский. В чем это проявлялось? Это проявлялось в том, что он был очень наблюдательным человеком, и вот как для журналиста, для любого журналиста всегда является заветной мечтой найти какую-нибудь сенсацию, вот что-то такое раскрыть совершенно необыкновенное, неожиданное для других. Вот у него в чем-то этот подход, он сохранился до самого конца. Другое дело, что он его как-то поднял на более высокий уровень. Но тем не менее, вот именно отличается его стиль письма от таких вот серьезных писателей, которые пишут размеренным таким вот слогом. У него язык очень красивый, язык очень увлекательный. Но это именно, я бы сказал, язык талантливого журналиста, который прекрасно пишет фильеттоны, которые всегда интересно читать с любого места буквально. То есть вот эта закваска у него осталась. Но я считаю, что это тот случай, когда это пошло на пользу в целом его творчестве. Интересно, а как развивались или как складывались религиозные взгляды Честертона? Вот это интересное, и даже это не только интересное, это главная сфера в его жизни, и она не так проста, как кажется на первый взгляд. Мы уже упомянули о том, что он был по своему рождению англиканином, то есть протестантом, но его взгляды религиозные не сразу сформировались. Известно, что в юности вместе со своим братом Сесилом он интересовался оккультизмом. Они проводили опыты со спиритической доской, то есть вступали в общение с духами злобы поднеместной, а это явно предосудительно для любого христианина, я думаю, что не только для православного, но это было именно по юности и по глупости, скажем так, потому что когда Честертон стал уже более зрелым человеком, он однозначно эту практику осудил и навсегда ее прекратил, стал более осмысленно относиться к христианской вере, причем он это описывает в некоторых своих произведениях, как происходила его идейная эволюция. Особенно в книге «Ортодоксия» он пишет, что он далеко не сразу стал глубоко верующим христианином, просто когда он слышал упреки в адрес христианской религии, он начал в них вникать и заметил, что эти упреки противоречат друг другу до противоположности. То есть он буквально пишет, что христиан упрекают за вещи, которые друг с другом несовместимы. Скажем, короля Эдуарда Исповедника упрекают за то, что он не брал в руки меч, а короля Ричарда Львиное Сердце упрекают за то, что он брал в руки меч. То есть получается какая-то странная диспропорция. И вот сопоставляя эти упреки, он пришел к мысли, что на самом деле христианство гораздо глубже, гораздо насыщеннее смыслом, чем это ему казалось на первый взгляд. И в возрасте 48 лет он сознательно перешел в римокатолическую церковь, что в то время было довольно редким явлением в Англии, нетипичным, потому что до эпохи аджернамента было еще далеко, и католичество не было столь открытой религией, как она является сейчас, и начиная именно с 60-х годов XX века. Поэтому вот этот его выбор в пользу римокатолицизма, мне кажется, он был вызван именно стремлением приобщиться к древней христианской подлинной традиции. И я думаю, что если бы к тому времени, когда он этот выбор делал, православие на Британских островах было более известно, более развито, но в конце концов более активно, то он вполне мог бы принять православие. А чем объясняется активное участие Честертона в публичных диспутах вместе с известными английскими писателями? Я бы здесь отметил два разных совершенно фактора. Когда Честертон участвовал в публичных диспутах с Бертраном Расселом, с Бернардом Шоу, с Гербертом Уэллсом, то есть с писателями первой величины, с мыслителями, с очень интересными людьми, он, с одной стороны, проявлял чисто человеческую склонность к спорам. Ему просто нравилось поспорить, особенно с такими достойными собеседниками. То есть сама по себе вот эта игра ума высокоинтеллектуального, вот эта эквилибристика словесная, возможность импровизации буквально на ходу, он мог совершенно блестящие мысли выдавать, и парадоксальные мысли, и это не было ради внешнего эффекта, а просто такое было свойство его разума, порождать совершенно оригинальные идеи. Но у всего этого явления была еще и другая подоплека. Вот на самом деле Честертон был настоящим христианским апологетом, то есть он был защитником христианской веры. И в ту эпоху это было очень актуально, потому что даже вот эти его друзья и товарищи, с которыми он общался, с которыми он дискуссировал, они были весьма неоднозначно настроены по отношению к христианству. Это касается и Бертрана Рассела, и Бернарда Шоу. И потому, когда с ними спорил Честертон, то прежде всего все равно все упиралось именно вот в эти глубинные религиозные истоки, в позицию по отношению ко Христу и по отношению к исторической христианской церкви. Разумеется, не все споры были именно о религии, а споры были на самые различные темы. Но, тем не менее, все-таки все равно ощущается, чем человек дышит, какой дух у него. И вот этот дух именно христианства традиционного, ортодоксального, в католическом смысле слова, он всегда ощущался, отче Стертона, и люди, которые даже были с ним не согласны, которые порой даже очень так жарко с ним спорили до каких-то взаимных упреков, до каких-то уже буквально серьезного напряжения отношений, тем не менее, все его очень сильно уважали. И тот же самый, например, Льюис, который, как известно, был протестантом, он относился с очень большим почтением к Честертону и говорил, что он никогда не может понять и не сможет понять тех людей, которые считали, что склонность Честертона к афоризмам имеет чисто внешнюю какую-то популистскую сторону. А что можно сказать про особенности характера Честертона? Характер у него был очень своеобразный, потому что, наверное, вот эта вот особая погруженность в глубокие размышления о смысле жизни человеческой, о смысле христианской веры, они настолько отнимали его внимание, что он порой выглядел очень рассеянным. Это доходило буквально до каких-то комических ситуаций, и что он порой присылал жене домой телеграммы, писал, что я нахожусь в таком-то месте, напиши мне, где я должен быть в это время. Она писала ему на этот адрес ответ, ты должен быть дома. И вот он уже тогда был спокоен, он ехал домой, там уже вспоминал, где он на самом деле собирался в это время быть. То есть человек на самом деле был просто гениальным, и вот эта вот способность полностью концентрироваться на очень глубоких размышлениях, она вообще уводила его от реальности. Ему было тяжело иногда в нее вернуться, и он оказывался беспомощным. Но вот это и подкупало, кстати, очень многих людей, которые, общаясь с ним, они видели, насколько этот человек настроен не просто духовно или как-то высокоинтеллектуально, а вот было в нем что-то романтическое. То есть подход его к жизни, он был очень возвышенным, он был чужд прагматизма, у него не было деловой хватки, но вот эти вот его лучшие качества, которые в нем были, они для всех были очевидны, и люди старались идти в чем-то ему навстречу, помогать ему, чтобы вот эти его, скажем, организационные жизненные недостатки по возможности устранять. Расскажите, пожалуйста, о главных произведениях Честертона. Честертон был плодовитым писателем, он много написал, у него около 40 книг, из них несколько романов, у него очень много эссе, около 200 рассказов, несколько сотен стихотворений, есть поэма довольно интересная, «Белый конь», которую особенно отмечал Сергей Сергеевич Аверинцев. Довольно разноплановый писатель, причем его произведения, они различны по направлению. Есть именно опыты серьезной литературной критики, он, в общем, с этого и начинал, именно как литературный критик, причем это критика, которая касается таких вот столпов английской литературы, он писал о Диккенсе, о Чосере, о Стивенсоне, о Бернарде Шоу, но есть у него книги и о христианских, ну, разумеется, о ремокатолических святых, которые особенно были для него значимы, в частности, о Франциске Осийском и о Фоме Аквинском. Ну и вместе с тем есть у него именно философские произведения, из которых прежде всего нужно выделить вот эту книгу, о которой мы уже упоминали, «Ортодоксия» и книга «Вечный человек». Ну а вместе с тем есть у него довольно большой сегмент его произведений, которые ему и приобрели наибольшую известность. Это детективные рассказы, в которых главным героем является очень необычный сыщик, римно-католический священник, отец Браун. И вот я думаю, что благодаря именно вот этим рассказам об отце Брауне, он и был наиболее известен и при жизни, и особенно после смерти, в частности, вот у нас в нашей стране, потому что, разумеется, его произведения религиозного характера не могли быть у нас опубликованы в советское время. А вот рассказы об отце Брауне, они появились, по-моему, в первую очередь, вообще у нас на русском языке были переведены. По крайней мере, из всего, что я читал у Честертона, вот в первую очередь я прочитал именно эти рассказы, детективные об отце Брауне. И когда я их читал, я, собственно говоря, еще не знал, что этот писатель, на самом деле, настолько глубокий христианский мыслитель и апологет. То есть я воспринимал его на уровне с другими писателями детективного жанра. А как бы вы охарактеризовали главное христианское произведение Честертона «Вечный человек»? Это очень интересная книга, и мне она понравилась по многим своим параметрам, по своим признакам, прежде всего по самому стилю изложения. Когда читаешь эту книгу «Вечный человек», ну, по крайней мере, лично мне, вспоминались сразу два автора, которые в чем-то именно похожи, именно в подобном подходе к христианству, к осмыслению роли христианства в истории, в жизни человечества. То есть мне вспомнился Блес Паскаль и Клаев Стейплз Льюис. То есть люди совершенно необыкновенным мышлением, с нетрадиционным взглядом на жизнь, на многие вещи. То есть когда мы читаем эту книгу «Вечный человек», то это не похоже совсем на богословский трактат, не похоже на какую-то научную защиту христианства, не похоже на то, что мы можем даже вот у нас встретить православные традиции по апологетике. То есть это взгляд совершенно свободный. Видно, что человек, вот он рассуждал не особо стесняемый какими-то параметрами, какими-то требованиями, которые предъявляются теологам официальным. Он писал как человек со стороны, который никому ничем не обязан, просто ему было интересно об этом порассуждать. И когда он об этом рассуждает, это становится очень интересно нам, читателям его произведения. И когда он пишет о Христе, рассматривает отдельные стороны его жизни, то он замечает такие вещи, которые читаешь и думаешь, что на самом деле это так. И вот таким языком это изложено, настолько доходчиво и настолько ясно. Например, такая его мысль, он говорит, «Сейчас мы привыкли, что во многих курсах по сравнительному изучению религии наряду изучаются Христос, Магомед, Будда, Конфуций. И это считается как бы нормальным от основателей мировых религий». Он говорит, что на самом деле это совершенно неоправданно, это вообще бессмысленно. И в особенности это бессмысленно, если сравнивать Христа, скажем, с Конфуцием. Он говорит, что сравнивать Христа с Конфуцием это все равно, что сравнивать теизм, то есть веру в единого Бога, с американским образом жизни, например. То есть это совсем нередоположное понятие из совершенно разных категорий. Потому он говорит, что нужно Христа рассматривать совершенно отдельно. Если он сам о себе говорил как о Боге и вел себя при этом как Бог и совершал чудеса, которые только Бог может совершить, значит нужно верить на самом деле, что он таким и был. Потому что иначе, если мы не принимаем эту предпосылку, что Христос — это Сын Божий и сам Бог истины, то рассуждать дальше о христианстве совершенно бессмысленно. Но рассказы об отце Брауне тоже чем-то по-своему замечательны. Разумеется, в них много интересного. Я бы сказал так, что когда читаешь рассказы об отце Брауне, они очень увлекают. Можно прочитать на одном дыхании всю эту книгу. У него было несколько циклов рассказов об отце Брауне, они потом были объединены под одной обложкой. Читать их очень интересно. Но вместе с тем, если потом все-таки оценить это более критически, то я бы сказал, что все-таки как мастер детективного жанра, по моему скромному мнению, Честертон уступает Конон Дойлю или Агате Кристи. Ему не хватает правдоподобности. Может быть, он себе такой цели особо и не ставил. Он обращает внимание на парадоксальные стороны жизни. И это очень интересно. Но потом как думаешь, а насколько вообще это реально? И выясняется, что на самом деле все-таки вряд ли такое могло быть в настоящей жизни. Ну и что еще я заметил, не сразу, потом мне такая мысль пришла. Вот мы очень много читаем от Честертона, об этих необыкновенных талантах отца Брауна, как он раскрывает самые загадочные преступления, проявляет чудеса остроуми, проницательности, наблюдательности. А когда же он успевал исполнять свои непосредственные обязанности священника католической церкви? Вот это было настолько для меня странным, когда я к этой мысли пришел, что мне показалось это на самом деле замечательно. Скажите, а какой, по вашему мнению, может быть оценка творчества Честертона с позиции православного христианства? Не так просто судить о таких людях именно с конфессиональной точки зрения. Потому что, несомненно, Честертон был римокатоликом. И когда некоторые авторы говорят, что вот у него нигде не видно, чтобы он защищал догматы римокатолицизма, да, действительно, не встречал у него, чтобы он защищал примат Папы или учение о непорочном значении Пресвятой Девы Марии. Может, где-то это и есть, но это в каких-то, наверное, все-таки мало распространенных его произведениях. То есть акцент его творчества был совсем не в этом. Но даже в том, что он написал самого известного, все равно ощущается несколько иной дух. Когда читаешь самые разные произведения, и «Ортодоксию», и «Вечный человек», и даже те же рассказы об отце Брауне, все-таки чувствую, что это писал не православный человек. Какой-то иной налет, какой-то иной дух. Наверное, в этом как бы и есть его преимущество, что он настолько был убежденным римокатоликом, что это во всем цельным образом проявлялось. Но для нас, для православных христиан, все-таки, я считаю, это должно быть некоторым барьером. Поэтому мне кажется, что Честертона нужно читать, нужно его изучать. Он заслуживает того, чтобы не просто они узнали по-настоящему, чтобы читали его произведения, и богатство мыслей его, чтобы они были для нас востребованы. Но вместе с тем нужно помнить, что все-таки это человек, который был христианином, но не православным. Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. А сейчас, дорогие телезрители, мы переходим к нашей следующей рубрике. Праздник всех святых в земле российской просиявших был восстановлен в 1917 году Московским собором. Его празднуло через две недели после Троицы. Установление праздника имело глубокий духовный и национальный смысл. Русский народ оказался на исторической грани между концом Святой Руси и началом богоборческого государства. И в этот момент церковь обращала внимание на вечную защиту нашу, на бесценную сокровищницу русского православия, собор всех его святых. От равноапостольных Ольги, князей Владимира, Александра Невского, Сергия Радонежского до Серафима Саровского, Амруся Оптинского и многих-многих святых русской земли. Окаянная смута была и наказанием, и испытанием, и очищением, как и последовавшая за ней Великая Отечественная война. Ее начало совпало в 1941 году с Днем всех российских святых. Эти годы стали мощным испытанием духовных сил народа. Но именно в военной лихолете началось возрождение церкви, которая перед войной была почти уничтожена. К 1941 году в живых осталось всего 4 архиереи, а на всей территории России действовало всего 120 храмов и ни одного монастыря. Для сравнения, на присоединенных территориях, Прибалтике, Бруковине, Западной Украине и Белоруссии, не испытавших власть советов, действовало 3000 приходов. В годы войны был избран патриарх, выпущенный из лагерей священники, открытый храм. Так уж получилось, что великое бедствие спасло церковь от уничтожения. Огромный духовный подвиг совершил во время Великой Отечественной войны русский святой Серафим Мирицкий. В прошлом богатейший купец, до революции ушедший в монастырь. Подражая святому Серафиму Саровскому, он тысячи дней и ночей молился о спасении России. И в дождь, и в холод, и в зной он стоял на камне в саду в этом своем молении. Известно, что в самой Вурице, под Петербургом, где жил старец, не пострадал во время войны ни один дом и не погиб ни один человек. Один молитвенный за страну может спасти все города и веси, говорил Серафим Мирицкий. О промысле Божьем над Россией свидетельствовал и другой факт. В 45-м взятие Берлина пришлось на праздник Пасхи и День Георгия Победоносца. «Россия вновь восстанет, когда разгорится вера», считал святитель Иоанн Шанхайский. Помогают нам в этом новомученики российские. За 20-й век Россия вила их миру столько, сколько не явлено за всю историю Церкви Христовой на земле. Многие из них широко известны, но иные совсем неведомы, ибо совершали свои подвиги невидимо.